Библейский портал экзегет.ру представляет Откровение Иоанна Богослова, 15 глава для библейского портала Экзегет, считаю перевод Международного библейского общества. Она маленькая, примыкает к 14, и даже трудно сказать, почему ее отдельно причистили к главе самостоятельной. Но продолжение того же самого рассказа, просто новый его эпизод. Иоанн видит некоторое конечное торжество добра над злом, и это торжество, оно такое суровое, оно связано со сбором урожая, срезают виноград, срезают и топчут его в давильне. Я увидел на небе еще одно великое удивительное знамение, семь ангелов с семью последними бедствиями. Здравствуйте, пожалуйста, уже были семь ангелов, они трубили, и каждый приносил бедствия. Мало? Еще раз, да. Последними, потому что на этом ярость Божия заканчивалась. Ну, хорошо, да, вот еще семь раз потерпим, но дальше уже ничего не нужно. Почему все время эти бедствия? Почему вот никак не успокоиться? Ну, виноград топчут, да, вот чтобы вино получить из винограда, надо его топтать. Вот должно что-то происходить, что не дает людям уснуть спокойно. Должно что-то происходить, что перемешивает вот этот кипящий котел. Я видел нечто похожее на стеклянное море, смешанное с огнем. На море стояли те, кто вышел победителем в борьбе со зверем. У нас была борьба со зверем, оказалось, он абсолютно непобедим, но, однако, победители с его изображением и с числом его имени. Однако, смотрите, у нас там были изображения или число, которые на лоб и на руку наносились, а здесь, оказывается, можно победить в этой борьбе, победить его изображение. Они держали в руках Божьей арфы и пели песнь раба Божьего Моисея и песнь Ягненка, то есть Ветхого Завета и Нового. Завета Ягненок — это образ Христа, конечно, закланного, принесшего себя в жертву. «Великие и чудны Твои дела, всемогущий Господь Бог, Твои пути справедливы истины, Царь народов. Кто не устрашится Тебя, Господи, и не прославит Твоего имени? Ведь Ты один только свят. К Тебе придут на поклонение все народы, потому что все узнали о Твоей праведности». Вот Ветхий и Новый Завет одновременно поют эту песнь Богу. После этого я увидел, что на небе открыт храм, скиния свидетельства, но есть представление о небесной скинии в книге, например, «Послание к евреям», где земная скиния есть лишь образ этой небесной. «Из храма вышли семь ангелов в семью бедствиями. Они были одеты в чистую, ослепительно-белую льняную одежду, и по груди каждый был опоясан золотым поясом. Потом одно из четырех существ раздалось семи ангелам по золотому сосуду, наполненному яростью вечно живущего Бога». Казалось бы, чем-нибудь хорошим и приятным? Нет, ярость. «Храм наполнился дымом от славы и силы Божьей, и никто уже не мог войти в храм до тех пор, пока не окончится семь бедствий, посылаемых семью ангелами». Похоже на освящение храма при Соломоне. Храм наполняет слава Божьей, люди не могут в него уже войти. Но там это был праздник, а здесь это бедствие. Зачем, почему, что, как, не хватит ли, уже было столько бедствий. Почему ангелы выливают свои чаши, об этом будет в следующей главе. И должно произойти что-то очень плохое. Давайте не будем пытаться на это ответить здесь и сейчас. Отметим только, что бедствие – это вот такой постоянный мотив книги «Откровения» и мотив человеческой истории. Войны, раздоры, революции, гражданские конфликты, какие-то катаклизмы природные, естественные, землетрясения, цунами и все прочее. И как бы мы хотели, чтобы этого не было, как бы мы хотели жить тихо и спокойно, да, почему-то не получается. Может быть, книга «Откровения» пытается понять, почему она не получается. Может быть, она пытается увидеть волю Божью в этих событиях, а не игру слепых стихийных сил или, допустим, волю дьявола, по воле которого мы мучаемся бесконечно в этом мире. Но для того, чтобы это понять, наверное, нужно прочитать и 16 главу. А может быть, и не только ее.